Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Мария Шматкова. В 1993 году была принята действующая конституция. Впервые она была принята всенародным голосованием. Прошло уже почти 30 лет и сегодня мы живем уже в новых реалиях. Важно, чтобы государственные гарантии были отражены и закреплены с учетом современных требований. 14 марта президент России подписал закон о поправке Конституции Российской Федерации. 1 июля пройдет единый день голосования. В этом году в привычную процедуру внесены изменения. Безусловно, это связано с пандемией. Сегодня в нашей студии Александр Вячеславович Игнатов, председатель территориальной избирательной комиссии города Одинцова. Здравствуйте, Александр Вячеславович! Здравствуйте! Очень рада вас видеть в нашей студии. Много вопросов у избирателей о том, как будет проходить единый день голосования, в каком формате, будут ли соблюдены все меры безопасности. Безусловно, вот давайте об этом сегодня поговорим и детально разберемся. Да, конечно. Итак, давайте обсудим регламент проведения единого дня голосования. Целый ряд изменений к обычной процедуре голосования произошли именно в связи с тем, что мы живем в такой вот непростой период, связанный с пандемией. И главным, собственно говоря, приоритетом проведения голосования, главным приоритетом всех регламентных норм явилось именно обеспечение безопасности, обеспечение сохранности здоровья наших граждан, как участников голосования, так и членов комиссии, наблюдателей, всех, кто будет в этом процессе задействован. Целый комплекс мер предусмотрен в плане санитарной защиты. Каждый избирательный участок в обязательном порядке будет оборудован средствами санитарной защиты, начиная от санитайзеров, то есть дезинфекторов рук, маски. Если избиратель приходит без маски и без перчаток, ему будет предоставлено это непосредственно в помещении для голосования. Мы, значит, предоставляем комиссиям одноразовые ручки, то есть чтобы люди не пользовались одними и теми же ручками, а каждому будет предоставлена одноразовая ручка. Кроме того, мы сейчас работаем по помещениям для голосования для того, чтобы исключить пересечение людей, то есть разделить потоки входящие и исходящие, чтобы люди как можно меньше контактировали друг с другом. Безусловно, будет нанесена разметка, обеспечивающая дистанцию полтора-два метра между присутствующими. И целый ряд новшеств, связанных непосредственно с процедурой, а, да, я прошу прощения, на входе в обязательном порядке будет измеряться температура. Если все нормально, человек проходит голосует в общем формате. Если вдруг у него температура повышенная, соответственно, для защиты здоровья будет предусмотрено голосование в отдельной комнате, либо к нему выйдут с переносным ящиком люди, члены комиссии, которые будут при этом одеты в специальные средства защиты, тоже в халатах, в экранах защитных, в перчатках. Вы уже сказали о том, что количество и потоки граждан будут распределены. Вот сколько единовременно может находиться на избирательном участке граждан? Первое, да, что сделано в том числе для этого, это у нас впервые вообще, по-моему, в истории России голосование будет проходить фактически в течение семи дней. Начиная с 25 июня по 1 июля. В любой из этих дней избиратель сможет прийти на избирательный участок, либо пригласить выездную группу членов комиссии для голосования на дому. Но все это как раз таки сделано именно для того, чтобы избежать скученности и избежать вот этого большого потока желающих. Поэтому именно с этой целью, с 25 по 30, это будет досрочное голосование, и уже 1 июля непосредственно состоится единый день голосования. Да, совершенно верно. Но еще раз говорю, человек может прийти в любой из этих дней, не должен он как-то обосновывать, почему он пришел проголосовать до дня. Это все упрощено. То есть просто вот хочет, пришел. Соответственно, у нас получается 7 дней. У нас избирательные участки в Одинцовском городском округе и так достаточно там по сравнению с другими маленькие. У нас в среднем участок это 1200 избирателей. Ну и, соответственно, вот это количество делится примерно на 7 дней голосования. Ну мы надеемся, что избиратель там, ну конечно, неравномерно, но будут идти в течение этого времени. Поэтому одновременно, ну мы не ожидаем, что будет там скопление народу. У нас, в принципе, в нормальных условиях традиционно есть в день голосования пики, это где-то 11-12 часов первый, и второй где-то в 16-18 вечера, вот когда идет наибольшее количество избирателей. Но мы надеемся, с учетом того, что опять же вот это растянуто на 7 дней, что этих пиков нам также удастся избежать. Ну и все, кто захотят проголосовать, не оставят это на последний все-таки день, да, на 1 июля, сделают это раньше и спокойно будут заниматься другими делами. Да, мы тоже как бы рекомендуем спланировать свое время, здесь как бы широкие возможности есть. Кроме того, если вы хотите пригласить комиссию на дом, то тоже это можно сделать. Здесь тоже, в отличие от обычных выборов, не обязательно для этого быть там, иметь состояние здоровья или быть инвалидом. Здесь любой гражданин по желанию может пригласить на дом выездную комиссию. Единственное, что нужно будет согласовать с участковой комиссией время, ну чтобы просто они успели все обойти. Также впервые в этом году введено понятие «голосование вне участка». Да, также мы... Что это такое? Это тоже новое в нашем избирательном законодательстве. Предусмотрено, что есть возможность организации голосований в каких-то шатрах, палатках, но это в первую очередь будет там, где невозможно по техническим условиям самого помещения организовать все эти санитарные нормы в помещении. Но это уже будет на каждой территории, конкретно, в каждой локации решаться. Да, это будет... У нас пока как бы такое общее представление, что мы будем, конечно, стремиться организовывать в традиционных помещениях для голосования, чтобы люди знали, куда идти. Они, кстати, у нас... У нас будет 230 участков открыто на территории Одинцовского городского округа, и все участки будут находиться в тех же местах, где и раньше, еще за исключением там двух участков, но один, например, 45-я больница, где у нас ковидный госпиталь сейчас. Естественно, мы оттуда участок перенесли, там будет информация, где граждане могут проголосовать. Ну, кстати, вот то, что касается больниц, лечебных учреждений, именно стационаров, где находятся пациенты на лечении, то есть туда тоже будут отправлены члены комиссии для проведения голосования. И когда это будет сделано? Опять же, это будет растянуто в эти 7 дней, либо эта работа вся будет сосредоточена именно на 1 июля? Это также будет растянуто, да, в течение 7 дней. Ну, естественно, мы туда будем направлять членов комиссии, если оттуда будут заявки лиц, которые находятся там на лечении, если они выражат желание. То есть это должно, в первую очередь, желание гражданина проголосовать. Как можно подать эту заявку? Что для этого нужно? Значит, у нас работают участковые избирательные комиссии уже, режим работы у них с 16 до 20, по рабочим дням, с 10 до 14, по выходным дням. Для этого надо туда либо позвонить, либо обратиться. Ну, то есть по месту жительства, да? Да, в принципе, вы обращаетесь именно в свою участковую избирательную комиссию. Не обязательно приходить? Нет, приходить не обязательно, даже и не надо приходить. Не нужно приходить. Можно позвонить? Можно просто позвонить, можно попросить зайти родственника, если он будет идти мимо им, можно. Но достаточно, на самом деле, абсолютное большинство этих заявок Приходит как раз через телефонный звонок, даже в обычных условиях, не говоря уже о сегодняшней ситуации. И, соответственно, уже позвонив, гражданин выражает свое желание проголосовать вне избирательного участка. Да, совершенно верно. Сообщает свой адрес, просим, опять же, граждан называть время. Удобные комиссии уже будут планировать свои маршруты выхода. Что такое дистанционное голосование? Будет ли оно проводиться на территории Московской области, в частности Одинцовского городского округа? Могут ли наши жители воспользоваться и этой возможностью? Действительно, впервые на федеральных выборах и федеральном голосовании у нас проводится дистанционное голосование по интернету. Но поскольку это пока еще скорее экспериментальная технология, она еще проводится всего в двух регионах. Таким образом проголосовать могут жители Москвы, которые постоянно имеют регистрацию в Москве, и Нижегородской области. В Московской области у нас это сейчас не применяется. У нас голосование только традиционное с использованием бюллетеней на избирательных участках. То есть это важный момент, чтобы наши граждане не путались. То есть нам, в принципе, доступны все формы голосования, кроме дистанционного. Да, кроме дистанционного. Но опять же, те жители, которые, допустим, проживают на территории Одинцовского городского округа, но зарегистрированы в городе Москве, они могут воспользоваться. То есть тут вопрос регистрации по месту жительства. Все завязано именно на регистрации. Мы прекрасно все понимаем, что огромное количество дачников как раз-таки находится сейчас в Подмосковье, хотя проживают они в Москве. Александр Вячеславович, сейчас лето, уже сказал о том, что дачи, все стараются стремятся за город, уезжают. Если уже граждане понимают, что в период проведения голосования будут находиться за пределами округа, возможно, за пределами региона, в какой срок им стоит обратиться в территориальную избирательную комиссию, комиссию по месту жительства, чтобы все-таки отдать свой гражданский долг? Да, у нас уже, в общем-то, традиционным стал так называемый механизм «мобильный избиратель», то есть когда гражданин на федеральной избирательной кампании имеет возможность, ну, фактически, выбрать любой удобный участок для голосования. Для этого единственное, надо в обязательном порядке подать заявление. Если он хочет голосовать не на том участке, где он зарегистрирован по месту жительства, он подает заявление. Заявление это можно подать через, во-первых, через госуслуги в любое время, там, дня и ночи совершенно свободно. Через любой центр МФЦ вообще по России, и через любую территориальную избирательную комиссию, и теперь уже через любую участковую избирательную комиссию. Значит, что касается, ну, режим работы МФЦ, это традиционный, с 8 до 20, по-моему, они в основном работают. Какие документы необходимо предоставить? Территориальные комиссии с 16 до 20, и с 10 до 14 по выходным дням. Необходимо для этого предоставить только паспорт, но единственное, что человек должен выбрать участок, к которому он хочет прикрепиться. То есть, планируя свое передвижение в течение периода голосования, человек должен определиться, на каком участке ему будет удобно, где он будет. То есть, карта участков размещена в открытом доступе на сайте Центральной избирательной комиссии. Ну, и, соответственно, она же есть, то есть, ее может найти как сам человек, так и, пройдя писать заявление, ему, конечно, операторы помогут найти этот участок. Александр Вячеславович, вот как Вы считаете, почему сегодня важно прийти на выборы, важно проголосовать и важно не игнорировать все-таки поправки Конституции Российской Федерации, действительно разобраться детально в этом вопросе, постараться, хотя бы по крайней мере, да, и отдать свой гражданский долг? Ну, потому что решается, мне кажется, достаточно важный для страны вопрос, внесение изменений в Конституцию. Она действительно действует с 93-го года. Принималась она, кстати, тоже на всероссийском голосовании. Впервые. Да, впервые. И вот, ну, собственно говоря, это первые такие масштабные изменения. То есть, у нас, конечно, были изменения в Конституции, но они не были такие масштабные. И поэтому, мне кажется, что каждому гражданину важно сформулировать свое отношение и выразить его посредством голосования, принять участие, свое личное непосредственное участие в решении этого важного для страны вопроса. Готовясь к программе, я читала историю, и на самом деле в 20 веке изменения Конституции еще РСФСР, СССР проводились практически каждые 5-6-7 лет. То есть, их было достаточно много, и как менялась страна, соответственно, менялась и Конституция. И, безусловно, вот этот отрезок практически 27 лет прошло с принятия Конституции РФ, и, безусловно, конечно, сегодня уже другие реалии. Да, конечно, но жизнь меняется, и страна меняется. Естественно, сравнивать сегодняшние условия, сегодняшние реалии с 27-летней давностью очень тяжело. Естественно, в этой связи требует какой-то, наверное, корректировки. Ну и самый главный вопрос, который сегодня волнует граждан, это безопасность, безопасность и сохранение здоровья. И в этом вопросе, безусловно, предусмотрено тоже все. Давайте еще раз напомним всем жителям, вот с точки зрения именно безопасности, как в этот раз будут проходить голосования. Соответственно, участковые избирательные комиссии имеют соответствующие средства защиты. То есть при входе на избирательный участок будет замеряться температура, причем дистанционно, бесконтактно. После этого, если все нормально, человек проходит в помещение. Если у него нету средств защиты, то есть масок и перчаток, он имеет возможность получить, комиссия ему это предоставит. Предоставит также одноразовую ручку. По определенному маршруту он придет к члену комиссии, которому даже теперь не надо передавать в руки паспорт, чтобы опять исключить контакт. Он просто откроет паспорт, предъявит его члену комиссии для удостоверения личности и, соответственно, получает бюллетень и дальше голосует традиционным образом. Кроме того, у нас предусмотрена санитарная обработка помещений для голосования, которая будет проводиться ежечасно. Каждый час в течение 10 минут будет проводиться обработка санитарными средствами помещений для голосования. Всех предметов, поверхностей которых можно коснуться в этом помещении. Это тоже предусмотрено для исключения вероятности заражения. И давайте еще раз напомним, сроки проведения голосования в этом году, они тоже изменены? Да, у нас действительно основной день голосования это 1 июля. И также в период с 25 июня по 30 июня будут работать избирательные участки. То есть, таким образом, получается, в течение 7 дней с 25 июня по 1 июля можно будет проголосовать. Спасибо за интервью. Спасибо. Вы смотрели специальное интервью, оставайтесь на нашем канале. До свидания.